Добрый день, мои дорогие! Сегодня воскресный день и я в гостях у нашего друга В принципе, рядом со мной два Я извиняюсь за голос, я еще не совсем выздоровел Больно глотать, но уже, так сказать, в строю Мы в гостях с моим другом, отцом Андреем Саковых у нашего, тоже дальнего, старинного друга Николая Кимча-Стрелецкого в храме, в домовом храме который его накормляет, где он является фтитором его И мы замечательно помолились Сейчас вот попили чаю, пообщались Очень-очень доброе, очень светлое чувство у меня осталось Как до встречи, не только даже в этом сарае на Кубе И до встречи в Шамбезе То есть, как старые времена, когда еще пираты не захватили наши храмы Очень-очень здорово И мы так договорились перед съемкой, что я скажу первую часть Потом, ну так как мы стоим Мы все служили в армии Вы служили в армии, Николай Кимч? Да, служили в армии, Николай Кимча-Стрелецкий Отец Андрей тоже служил Он даже был сверхсрочником Да, ну, про меня речи нет Конечно, ясно флотис Северный флот Ну все Мы уже желание загадывать По ранжиру Вот я вам сейчас покажу Вот немножко вот так вот вам покажу Видите, как его, какое благолепие Вот Это вот девочки наши Вот Знаете, что я сейчас вам пока Покажу фотографии Вот добрый пастырь Это мы видели с вами А вот о талантах картинки я никогда не видел Хотя я давно выцерковлен Интересно, да, взрывает? Вот Так что небольшой храм я вам показал Вот И я вам сейчас расскажу историю Я дам в ссылке ролик Как упоминающие священники Как коротенько А у нас мы имеем так часик на полтора, не больше Как упоминающие священники Ненавидят Тех свидетелей, которые Являются Непоминающими Которые являются верующими Стоящими в истине И вот Мне позавчера позвонила женщина Неизвестная На ватсап Ее зовут Елена Она из Брянской области И говорит Евгений Борисович, как быть? Хочу посоветоваться У меня Значит Умер священник Протеерей В Брянской области Не поминающий Его похоронили Значит Эти священники Мирским чином Вот Но я уже не удивился И объясню почему Я уже знал эту тактику Вот Как нам быть? У нас Так сказать В храме Шатание Раздрай Некоторые Прихожане говорят Будем отстаивать наш храм Будем за него За него бороться Вот Как вы считаете? Я ей сказал Что Бороться не надо Живите Своими семьями Своей Так сказать Если вам повезет Сделайте Общинку Вот А не повезет Живите С семьей Вот Живите Мирским чином Обедница вам в помощь Вот Это вот так эпизод Первый я вам рассказал Не вдаваясь в детали И второй эпизод Это было пораньше Протеерей известный Он от рака умер Где-то месяц назад И мы с ним общались Ну тоже Я ленивый Я ни с кем не встречаюсь Максимум я сюда Приезжаю в Москву Больше я никуда не езжу Вот Мы с ним общались По интернету Он мне прислал материалы По поводу засимки Вот Этого патриарха Алжепатриарха И вот Выяснилось Мне тоже позвонила Прихожанка И говорит Евгений Борисович Вот Протеерей этот Умер И он Наказал Значит Вам Снять Похороны И Евгению Лопатину Отправить Чтоб он сделал ролик И все люди увидели Я это сделала Но мы подумали И отправлять не стали Потому что Как бы что не было Ну я понял Я не буду осуждать Женщину Бог с ней Вот Но я постраховался Я сохранил ее файлы Звуковые И Нашел в интернете Пошукал Как говорят у нас в Хурске Нашел материалы с этим протеереем Я дам ссылку Внизу На этот ролик С ним Вот Было там тоже что-то Тысяч сорок просмотров Вот И То же самое Значит пришли эти священники жирные Которые Продали Христа С его С его епархией С его епархией Да Видать правящий архиерей дал команду Пришли к матушке И говорят Мы его похороним как положено Красиво Все оплатим И поминки И так сказать крестик Все Но Напишем Что он был Мирянином Матушка Тоже видать Настоящая Верующая Прожженная С таким батюшкой Вот Они уже Они уже Под 10 лет Даже больше По моему Ну батюшка не упоминающий Ну конечно В чем речь Они понимают меня Мои подписчики Меня По условию понимают Вот Она сказала Нет Убирайтесь И вот Они похоронили его Как протерея Ну так сказать так Вот Это я сейчас Заканчиваю свою часть Дело в том Что идет Противостояние Во всем Вот Так же как в метро Не попасть Вот я сюда Хотел Приехать на метро Но Так сказать Везде карточка нужна Я говорю Я хочу наличными Вот Наличными Сейчас мы вызовем Полицаев Я говорю Я не хочу полицаев Тогда Давай карточку Карточки нет Тогда иди отсюда Вот и все Понимаете Так же как и с цифровыми С этими деньгами Скорее всего Люди будут брать Потому что Кушать надо Да Вот Противостояние идет Главное Что мы вместе Пока Что мы молимся Друг Андрею Что мы помогаем Советом Поэтому вот Второй советчик Самый главный Сейчас будет вам расскажет Что-то свое Только погромче Пожалуйста Очень Ну Немного Но Есть люди Которые Мне писали Звонили И Рассказывали Свои истории Как они В храмах Со своими Священниками Беседовали Которые Запрещают Им Какие-либо Вопросы Задавать О Экуменизме О Предательстве Патриарха И так далее И Эти люди Остаются Со своей совестью Один на один Ходить Молиться некуда Причащаться Негде Они продолжают Ходить в храм В этот А совесть-то Грызет Как же так Тут же Экуменизм Тут же Католиков Видят На службах И Эта совесть Каждый раз Когда они приходят На службу Им не дает Покоя А священник Получается Умыл руки Он Человеку Указание Дал Что Если ты Уйдешь К таким людям Или к этим Священникам Которые прекратили Патриарха Или епископам Своих То Ты попадаешь В раскол А раскол Не смывается Кровью Даже То есть Если тебя даже Убьют Мученической смертью Ты погибнешь Ты Царство Небесное Не обретешь Потому что Этот грех Не смывается Голову забивают И эти Люди В страхе Продолжают Ходить в храмы Продолжают Молиться вместе Причащаться Поведоваться А Сами-то Понимают Что Не так Должно быть Не то Проходит Время Они начинают Смотреть интернет Листать Студировать Просвещаться То есть Находят Ролики Евгения Лопатина Других 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 Да Блогеров Слово Такое Я не блогер Я христианин Матерное слово Да Какое-то не наше Слово Ну Проповедников Да В общем Да Находят И понимают Что они не одни Начинают Звонить Потом Мне Одному из таких Священников Тоже звонят Общаемся Разговариваем Я Пытаюсь конечно Успокоить человека И Его в чувство Привести Что все в порядке И Жить можно дальше И можно дальше жить Без этих храмов Без этих священников И епископов Можно Потому что Христос Везде Всегда С нами Понимаете Конечно же Он и их Хочет Спасти Это естественно Потому что Господь Всякому человеку Желает спасения Для этого Он и пришел В этот мир Ну Надо для себя Просто определиться Буду ли я Вместе с ними В одной чаше Буду ли я Вместе с ними Одного Тела Или не буду Это очень важно Потому что Спасение зависит От нас самих Как говорят Спасение утопающих Дело рук Самих утопающих Поэтому Не отчаивайтесь Не унывайте Если Есть У вас Твердость Если Есть Решение Все Можете прекращать Ходить в храмы Прекращать Так же Поминать Обращайтесь К батюшкам Непоминающим Звоните Пишите Я Я думаю Я думаю Что вам никто не откажет И я не отказываю никому Может быть и не беру трубку сразу Да Телефон с собой не ношу целый день Но потом обязательно смотрю Кто мне пишет Я отвечаю всегда Пишите Звоните Господь с нами А я сейчас Положим Нотка в нотку Все что положено по службе Но Мы не поминаем В ереси Находящегося Предстоятеля Апологета Ереси экуминизма Владимир Михайлович Гундяева Рука Этого Как называется Хозяина банка Пересвет Кстати говоря Вы знаете Что у Гундяева У патриарка Кирилла Банк Пересвет Там миллиарды Миллиарды Я не знаю сколько там у него Лучше бы отдал церкви Это все Тем более монах Он же монах По сути Он не имеет вообще права ничего Кроме того что на нем одета Вот и все Больше ничего не имеет права иметь Понимаете Одежку Это же не его деньги Да И тем более Это не его деньги Это его личные деньги Вот Поэтому друзья Понимаете Мы Мы никуда не ушли Мы никакие не раскольники Мы остались по прежнему Русской православной церкви Понятно? Но Ситуация такова Что мы У нас есть основа Основа какая? Правила святых апостолов И вселенских соборов Понимаете? Не только 15 правило Которое так сказать Скидывает Второе Хотя он тоже Это двукратный собор Константинопольский Он приравнен К вселенскому собору Да? Вот То и другие соборы Второй, третьей Вселенские соборы 46, 64, 10 Правила святых апостолов И так далее Понимаете? Вы же Если вы сами увидите Миленькие мои Откройте просто Яндекс И наберите Ассамблея Канберра Это город в Австралии И там было Очередное заседание Ассамблея Вот этого Всемирного совета церкви Так называемых Вот этой Сатанинской церкви И там Они показывают Они показывают Свои литургии Там и женщина Епископ Английская какая-то Там и туземцы И с пастерики Пляшут с костями Полуголые И с факелами в руках Свои литургии показывают Да? То есть вы поймите Нам наши святые Говорили про всех А вот тем более Даже про католиков И кронштадские Они вообще не церковь Поймите Все об этом говорят Нам святые Так мы живем По святым отцам дорогие А не по указке Чиновников С чистого переулка Так называемого Понимаете? Вот Которым руководит Владимир Михайлович Гундяев К сожалению большому Да жалко Жалко их Жалко Мы никого не осуждаем Никого Абсолютно Мы Молимся Келейна Келейна В храме за них молиться нельзя А келейна нам это необходимо Потому что Господь их вразумил Понимаете дорогие? Молитва Самое первое Самое главное То есть мы Я Всем вам говорю Вера Вера Исчезает Из народа Дорогие Вера Исчезает Понятно? Поэтому На улице сейчас Кому-нибудь установи Он тебе не скажет Что там Кто-то Придет Царь Он покруче так У виска Пальцем И скажет О чем вы говорите Я вас не понимаю Понимаете? Веры Вообще Нет в народе Вообще Крупицы остались Вот это малое стадо Осталось те Которые мы Вот Перестали поминать Вот этого Гундяева Как патриарха Понимаете? И все Мы оказались У нас забрали храмы Почему? Потому что Противозаконно Церковь Присвоила себе Вот этот Вот организм Церковный Понимаете? Вот это Организация Мирская Русская Православная Церковь Московская Патриархата Они же все на учете Они все Там ИНН У них все есть Да? И они все Присвоили вот эти храмы Которые строил народ Народ строил Храмы дорогие мои Народ За свои денежки строил Понимаете? Как вы можете чиновники Вот тот народ Который живет В этом поселке В этом селе Вот он хозяин этого храма Они юридически Так было в этом самом Отец Вячеслав В этом самом служил В посудичи Это Смоленской области Понимаете? Они не отдали храм Правда Но там прихожане Такие мощные были Сказали Нет, мы не отдадим наш храм Это наш Мы строили наши предки И так далее Друзья, не об этом речь Речь о вере Верить надо, миленьки Верить Потому что вы Мы на кого похожи с вами? На кого мы похожи? Если мы выйдем на улицу И кто это все создал? Вот этот прекрасный Божий мир Кто его создал? Кто? Дурная природа какая-то бессмысленная Ну, понимаете Это маразматик только может Человек больной Духовно больной Сказать так Да? Так у нас в организме Вот все так разумно устроило Все вот эти вот Внутри идут Все вены, жилки Все прочие-прочие Сосуды и прочее Так разумно все устроено Господь Это высший ум И высшая любовь Потому что с любовью все создано А мы с вами этой любви не верим Мы ее не видим Понимаете? На кого мы похожи? Так мы сами виноваты То, что мы сейчас имеем Мы сами виноваты Голубчики Почему? Нет веры Запомните Навсегда Сатана До тех пор будет Ну, в буквальном смысле Так можно выразиться Долбать Каждого из нас с вами Всякими неприятностями На работе Валится все дома Разрушается семья Здоровье До тех пор Пока мы, миленькие Повернемся К Богу Простите за выражение Не задницей А сердцем Голубчики Сердцем Вот тогда Тогда Господь не даст Этим Невидимым Духам Которые имеют определенную силу Внушать нам свои мысли Передавать и так далее Понятно? Это талант Вот и все Господь Господь не даст И мы все будем Дорогие с вами Знаете как За пазухой у Бога Но только те кто верует И живет по вере Живет по вере Понимаете? Это очень сложно Я вот вам как обыватель Павлию Давай Я как обыватель Как мирянин Нет, встань сюда Не надо Я нормально говорю У меня чтобы это Там же нету петличек Мы же говорим Это самое Ключ еще фон есть Я как обыватель Как мирянин Я могу вам опонировать Уважаемый Николай Аркемович Вы говорите правильно Но не практично Потому что Человек Не познавший Благодать Извините за мавитон Не познавший Благодать Не познавший Душевное Духовное Отдохотворение От литургии правильной С честным человеком С честным священным С честным Который Зашоренный Человек В проблемах В кредитах В недоразумениях В неувязицах В страхах Которые везде пугают В фобии Он И извините Извините Но По большому счету Он обречен Он обречен И Да я закончу Потому что Мне Повезло У меня Вот В аппарате Василия Ермакова В аппарате Василия Ермакова Преподобный Серафим Вырецкий Да ладно, ничего Вот То есть я как бы такой компанией Что тут вообще переживать нечего Я жил у отца Василия И он меня натаскивал И как угодно У меня он ночевал в Москве У меня он останавливался И он приехал прощаться Ко мне домой Приехал прощаться Ну Начавал в последний день И так далее Я И то я Имел Тысячу раз Можно было Обосрамиться Попутать берега И как куда-нибудь От этого Лукавства Этого Гениального Лукавства Потому что Сатана это Отец Фокусников Лжецов И Иллюзионистов Понимаешь И то я вот Слава Богу Слава Богу А людям Шансов мало Поэтому Я хотел Вот чуть добавить Интерпретировать Прошу прощения Но я молодой Мне простительно Я самый молодой из вас Нет Вот Да ладно Ничего Вот Еще Минус сорок Дело в том Что Дорогие мои У вас есть мы Есть Отец Отец Андрей Хотел сказать Отец Николай наш Вот Я грешный Мирянин Простой человек Есть мы Отец Евгений Мы Нет Меня Отец Василий Он спросил Хочешь быть священником Он много их наплодил Штук под пятьдесят Вот Мою бытность Только вот когда там Штук пятнадцать Всех Клиростников Мужиков Всех Любил Любил это дело Вот И как-то под фурминку У меня Говорит И сюда Хочешь быть священником Я даже испугался В глазах Он увидел Нечто Пауза такая Минут Так не минут Секунд пятнадцать Тебе не надо Не надо Иди Вот Поэтому судьба моя была Слава Богу Решена в лучшую сторону Потому что В этом положении Я сделаю больше Как мирянин Так вот У вас есть Мы Вот Отец Отец Андреевского Почаще Бог нас будет Николай Акимович Рассказывает Правильные вещи Я пытаюсь На протяжении двадцати лет Понимаете Начало нашей встречи Это Этот храм Этот храм Я вам показал Смотрите Вот Николай Акимович говорит Евгений Борисович Покажи храм Домовой Это чудо Посмотрите Иконы Лампадки Я вот пришел пораньше Как положено Я их зажигал Еще никого не было Я Прошелся Все зажег Зажег лампадки Спички Вот там нашел Сейчас я покажу Помолился об усопших И я вспомнил Чуть не всплакнул Вот спички Которые я брал Я вспомнил Я вспомнил Как это было У отца Василия Ермакова В храме В деревянном Преподобного Серафима Саровского Когда я приезжал из Москвы Вот он преподобный Наш отец Печальник земли русской Курянин Прохор Машнин Он из центра Он жил Улица Ленина Он там в центре Я в Стрелецкой Родился Понимаете И Все повторяется Это я Вам рассказываю Не чтоб Похвалиться А чтоб показать Что Все необходимое У вас Есть И в Москве Сейчас И в Москве 47 миллионов Ну с этими Абу Называют их Абу-бандиты Там по-разному С этими ребятами Короче много народу Но Православных Православных Христиан Которые называют себя По последнему там Переписи Около 25 миллионов Назвали себя Православными Христианами Так вот здесь Было 25 человек То есть Один человек На миллион Поэтому Я не делаю Никаких выводов Я просто вам говорю А какие выводы Господь сказал Мало и 100 Да Я просто вам говорю Что Всех Всех зовут И Господь всех зовет И Священник Замечательный Я у него кормляюсь 20 лет Все На своих местах Приди И виждь И получи Давай Господь сказал Не буйся малое стадо Ибо так Бог Благодарил дать вам Царство Небесное Небесное Поэтому не бойтесь Дерзайте Ищите Идите Вперед Господь нас не оставит Храни вас Господь Я как предприниматель Я имею право Подожди Я как предприниматель Я как мирянин У меня все взятки гладки У меня есть Еще право Такое Небольшое По поводу финансов Значит У меня Договоренность С матушкой Отца Андрея Я Отец Андрей строит Молитвенный домик Вот Матушка Она там строгая Тоже она все фиксирует Вот Если есть оказия Если есть возможность Я дам ее ватсап Ее номер карты Даже не надо карты У нее телефон Привязан к этому сперу Вот Будет оказия Пришлите ей Она распорядится разумно А вы В свою очередь Можете приехать Когда построится Молитвенная комната Помолиться Где-то будет остановиться Также Николай Кимович Его Телефон Привязан Тоже к этому К спер банку И Тоже Желающие Оказать Какую-то Помощь Будет Это К месту Во время И для пользы Будем жить Помогай Слава Богу за все Спасибо Пока